добрый день уважаемые слушатели канала сангелец я рада приветствовать всех и начну с цитаты которую прочла когда кто-либо из учеников спрашивал буду как можно радоваться как можно радоваться когда живущие страдают буду отвечал представьте себе что вы идете по лесу видите яму в которую провалились два человека вы ведь не прыгните в эту яму третьим чтобы страдать вместе с ними вместо этого разумный человек найдет длинную палку опустит ее в яму и поможет им вылезти чтобы помочь не нужно страдать вместе и так каждый человек рано или поздно начинает искать себя кто я есть как мне поступать той или иной ситуации и чего я хочу впереди ему фрейд известный психолог сравнивал сознание как всадника и бессознательная как лошадь когда всадник пытается подчинить себе лошадь лошадь встает на дыбы и сбрасывается до к в итоге садник подчиняется от необузданной лошади а значит человек фактически подчиняется более бессознательного создавая лишь видимость своего превосходства над сознанием важно научиться управлять своим бессознательным чтобы оно не несло нас как бешеная лошадь бездну управляя своим подсознанием и бессознательным мы становимся в позицию автора своей жизни вот и весь секрет денег счастливых отношений и всего того что мы хотим в своей жизни задумаемся хотите ли вы чтобы вас по жизни несла вот эта бешеная лошадь наверное нет подсознание это энергоинформационное поле содержащие информацию о важных событиях произошедших душой в течение всех реинкарнации с момента ее создания богом бывает и так что душа а это и сознание и подсознание и скрытая в глубинах недоступная нам информация памяти то есть все в совокупности душа просто знает душа в отличие от сознания и разума и думает и не рассуждает она просто знает что ее ждет и она слабым голосом пытается заявить об этом разуме однако разум ее почти не слышит или придает значение смутным предчувствиям очень так поверхностно разум захвачен маятниками слишком озабочен решением проблем и убежден в разумности своих действий он находится своих паттернах мы говорим то есть шаблонах он принимать волевые решения руководствуясь логическими рассуждениями и здравым смыслом как ему кажется а душа в отличие от разума не думает не рассуждает она чувствует и знает поэтому не ошибается как часто мы схватываемся уже спустя после события ведь я знала что так и будет вот мы говорим сами себе конечно знала вы хотите душой управлять вряд ли поэтому всегда мы думаем всегда интуиция нам подсказывает какое решение принять по какой дороге пойти с кем дружить с кем любить страдать и так далее так далее как в стихах поэтов и наших песнях любимых мне попался недавно пост в сетях про бабу ягу кто она баба яга русская красавица или уродливая старуха кто она на ваш взгляд я взяла свои метафорические карты рассмотрела картинку и поняла что она и еще две которые я сейчас вам продемонстрирую они отображают тематику наступающего апреля вот она картинка с бабой гой очень такая яркая сказочная сказочная но сказка в ложь ложь в ней намек не знаем об этом еще одна картинка про архетипы я скажу немножко больше такой царь такое поле перед ним событий план структура видение если хотите да то самое сознание с подсознанием вместе и он выбирает стратегию он не один он в окружении своих царедворцев в окружении своих коллег в окружении своих союзников и перед ним стоит вот это самый выбор это месяц такой с мужской энергией с ярко выраженной мужской энергии в отличие от марта и февраля и третья картинка которая мне кажется очень хорошо характеризует этот архетип на котором я скажу 11 аркана силы вот таких три наших богатыря сказочных да стоят и всматриваются вдаль что же там какую стратегию выработать как решить вопросы да желательно дипломатические и так далее так вот вернемся в абэйге само слово баба да она исторически про родивших женщин те которые привели в этот мир новую душу ребенка и детей и это совсем не значило что женщина превращалась старуху йога так говорили про тех кто направляет на постижение божественной истины это мы знаем мы занимаемся йогой да в клубах эта тема гибкости зарядки остановки внутреннего диалога и когда-то давным-давно бабы йоги так сказать отказывались от обычной жизни они уходили далеко в лес и где-то в избушечке в этой вот неказистой избушке скрытый от посторонних глаз они заботились одетых лечили больных выхаживали раненых к ним ходили этими тропами познали эти тропы и они не отказывали баба йога ведала искусством траволечения хранила божественные истины а в инде кстати до сих пор называют духовных наставников баба и ну что кто для нас баба йога да вот с этого ракурса с этого с этой точки зрения или это все-таки страшная колдунья как нам рисовали да в этих сказках но всегда же надо копать глубже вот такая колдунья с носом крючковатым создающая пространство какое-то загадочное или все-таки это ведущая женщина древний врач духовный наставник который много-много знает мало говорит она много знает много делает и можно задуматься по этим метафорическим картинкам что эти картинки лично для вас если вы находитесь на перепуте времен мысли путаются вызовы уделить то в первую очередь нужно устранить первопричины проблем внутри себя глубоко внутри подсознания скрыт и целый скрыт целый пласт неочевидных ограничений страхов которые например мешают построить счастливые отношения если их вовремя не выявить то с любым партнером будь то одесс начальник любимый мужчина для женщины человек будет ощущать себя некомфортно а почему я говорю об этом ну потому что тема руководителей структуры власти силы целеустремленности она выходит в апреле на первый план это в целом мы говорим об апреле да для всех индивидуально конечно можно смотреть шире а не только задача сегодня буду говорить о задачах для каждого месяца из 12 но если индивидуально то это не только задача там много других позиций и усилием воли мы можем смоделировать будущее а вот на этот временной период через такую прогностику хорошо увидеть будет ли актуально некое событие или нет но опять же решение всегда принимая сам человек по свободной воле выбора балансируя сознание подсознание слушая свою душу то что я уже говорила но а специалист вам предлагает лишь какое решение человеку свойственно в определенных случаях и так апрель общий апрель через анализ методом таро нумерологии и здесь при диагностике при анализе я использую старший аркана таро аркана это своеобразный архитект образ это энергия которая раскрывается очень глубоко в многограмме арканов старших арканов 22 всего да значит мы говоря про апрель на будем понимать что нам будут попадаться люди каких-то ситуациях и эти люди то есть акцент на на кого я уже сказала это какие-то значимые для нас в семье мужчины это супруги друзья на отцы дяди влиятельный деловой мужчина на работе в области деловых взаимоотношений начальник и это в плюсе да и вообще тема акцент но если мы знаем что у нас все энергии дуальные если мы говорим про минусовые проявления то здесь могут быть ситуации когда вот среди замаскированных таких вот деловых влиятельных могут попасться альфонсы тираны которые жестко подавляют или люди проявляют в этом месяце по отношению друг другу вот такие черточки каких-то ситуациях но в плюсе это общение как раз с решение рабочих вопросов решение вопросов со структурами прекрасно открывать бизнес прописывать планы решать разные вопросы добиваться профессионализма своего хорошо переходить на новую должность что-то менять в карьере увольняться если у вас делать свадьбе то это месяц хорош для официального оформления отношений выигрывать споры хорошо садиться на диету начинать заниматься спортом можно получить помощь от мужчины нужно брать на себя ответственность и структурно пошагово идти к целям не лениться ну а по минусу это страх перед большими проектами это страх управления это может быть давление властей некое могут быть проблемы на работе халатность лень денежные потери или встречаться просто жестокие бестапные люди если эта энергия одна из ваших скажем портрет ведущих до портрет это напомню некий аналог карты астрологической да в этом методе то всегда не такую энергию на какую-то из основных позиций можно и нужно задуматься каковы ваши взаимоотношения с авторитетными личностями мужского пола что-то вас подавляет действительно ли вашей жизни действует и вы видите необходимость правил организации регулирования приносит ли вам пользу упорный труд нужно ли быть вам рассудительным человеком и так далее так далее ну то есть если обобщить то речь в апреле идет о ответственности развитие внутренней силы мощи о вызовах новых задачах препятствиях которые могут стать на жизненном пути ну а что нужно сделать это отстаивать свою точку зрения определить жизни принципы проявлять активность и сердие эффективно и настойчиво продвигать свои идеи свои понятия жизни и конечно порученная задача доводить до конца но общайтесь с другими нужно быть терпимее ответственнее завязывать очень хорошо новые связи носить ясность и длительные отношения еще больше упрачивать в любви делах сердечных будьте последовательны ответственны страстные устанавливать границы а если вы видите что ваши границы нарушают профессиональной деятельности хорошо иметь внутренние посылы дисциплине да хорошо быть добросовестным упорным и так мы сможем реализовать задуманное в трудные жизненные моменты необходимо освободиться от иллюзии от принятия желаемого за действительное важно сконцентрироваться на происходящем и тогда вы обязательно найдете правильное решение которое будете воплощать шаг за шагом но такие сюрпризы готовить будущее даст энергии апрель может дать вам возможность попасть в самую точку ваши желания могут реализоваться потому что если вы в самом начале месяца или заводи даму со состояния недавно прошли вы же все прописывали и все что прописано апрель будет структурировать будет прямо создавать такие шаблоны такие на прописывать на возможности которые вам позволят шаг за шагом двигаться окнозначной цели и общее поле сознания в апреле будет про то что важно заниматься телом то есть если посмотреть на методом портрета на весь год и апрель вписывается в тему года то вот это общее поле она из трех энергий и здесь такие энергии все такие достаточно жесткие да это орган императора архетип это колесница движение вперед и цели и это сила это тема спорта спортсменов тема военных поэтому все кто хотел заняться телом пожалуйста хороший месяц можно сесть на правильное питание начать вести здоровый вырос жизни отказаться от вредных привычек просто выстроить себя заново установить внутреннюю самодисциплину силы будет хватать упорно работать шаг за шагом для достижения своих целей но важно следить за своими эмоциями контролировать себя обязательно контролировать агрессивное проявление своим и хорошо выезжать на природу если чувствуете что что-то уже под накопилось до внутри вот на природе вы можете прям во всем горло что называется да покричать а как-то около деревьев постоять подпитаться агрессию свою скинуть запитаться светлыми энергиями природы дальше сходить йога-центр пройти какую-то динамическую медитацию и таким образом дальше действовать уже в командной работе и тема руководителей да может быть она вас какую-то какие-то новые для вас нехарактерные обязанности на вам предложат предложат и вы будете вынуждены проявлять силу воли упорства а если это все выстроится то эти препятствия будут преодолены и вы выйдете победителем поэтому все в ваших руках да вот но опять же если бывает так что год кармический если смотреть портрет кармических да и вот эту энергию мы видим в кармических числах то у тех людей у кого кармический то здесь совет не лезть на рожон здесь вот так называемые драки или в экстремальные виды деятельности спорта досуга чтобы себя обезопасить и конечно в плановые операции вот на такие периоды не планировать потому что велик риск врачебных ошибок но ставите как я сказала высокие цели добиваться их это очень хорошо то есть тема военных силовиков а также органов надзора выходит жестко на первой позиции вот по этой картине еще раз покажу так и кстати вот хочу обратить внимание на важность изменения энергетического поля слова и в качестве примера возьму административное название в тему а может про говорим раз про военных название милиция милиция состоит из несколько арканов там внутри да но важные тут два и я вижу эти два аркана два десятых аркана да и когда они вот в таком положении они усиливают друг друга а что такое десятка число энергии кармической отработки и событий нецикличности нарушение результат нарушение результат и спрятать что-либо сложно все происходящее быстро выходит из тени любая цель находит свой ток но из положительного десятка она всегда вывезет вперед это же колесо фортуны она бесконечно крутится и если ты упал тебе всегда дадут шансы подняться и отработать вот это та общая энергетика да была связана с этим названием и совсем другая картина с названием полиция например да переименовали полицию и что мы здесь видим здесь два ведущих аркана 13 такая резкая энергия и характерно агрессия обиды страх скандала желание проявить протест и 18 энергия которая прямо мы говорили про подсознание вот это вот энергия архетип подсознания коллективно бессознательного да и она влияет напрямую на психику как влияет это страхи это какие-то панические атаки психологические волнения туманы обманы нежелание принимать на себя ответственность это 40 конфликты поэтому на вот эта поговорка наша да как корабль назови так он и попал идет она здесь проигрывается и видна на лицо ну и конечно еще скажу что всем водителям транспортных средств будет хотеться скоростей и агрессивного вождения в апреле но всякий раз вспоминайте апрельскую прогностику и соблюдайте правила не зря я вот привела вот эти вот два названия сюда они собственно иллюстрируют ну а теперь по задачам апреля для рожденных в разные месяцы да начнем с января есть мы видим задачах то есть задачи или уроки так называемое что жизнь предлагает то есть жизнь будет подкидывать задачи в области вот этого архетипа то что я сейчас буду называть и я буду называть плюсовые плюсовые энергии и минусовые энергии вы уже анализируете как это может проиграться у вас значит а для тех кто родился в январе по плюсу хорошо организовать семейное мероприятие вообще если задумывались о каком-то даже частном бизнесе то можно сделать на семейное тоже на какое-то связано например с обучением учебный центр официально жениться выходить замуж хорошо хорошо про меня документы что-то подписывать подавать или получать дипломы до оформлять визы в общем все что связано с документами это все все хорошо обучаться самому обучать других поступать вуз или какое-то другое образование может быть это дополнительное создать на работе или в семье новую традицию тоже приветствуется спрашивать совета искать специалиста наставника гуру своего хорошо ходить в церковь искать себе духовного учителя ну и по минусу это конфликты с людьми связано с бюрократией со структурами помехи в документов могут быть конфликты с отцом или просто люди ну так сказать лезть добром кавычках захотят к вами к вам да с этими советами которые не к месту это с вашей стороны может быть сопротивление новому если что-то новое идет да вы не готовы либо там вот эти паттерны мешают да то что мы говорили эти две фигуры лошадь и всадник на вот мешает консерватизм мешает вот этот эти привычки ну могут быть по минусу неудачные экзамены проблемы с учебой и попасться плохой специалист могут вам предъявлять завышенные требования могут предавать партнеры тема осуждения может проявиться в жизни тяжело будет добиться как компромиссов то есть всякий раз когда какая-то задача это что такое нам предлагают некие обстоятельства и мы должны ее в идеале решить на пятерочку но либо решить в плюсовую сторону поэтому где-то задача для кого-то она посложнее будет дасти кармическое время то есть вот в области архетипа просто вот то что я по минусу назвала она будет например там нужно она два раза да или там в квадрате вот поэтому в кубе в квадрате так далее поэтому тоже смотрим далее февраль значит какие люди могут попадаться людям рожденным феврале это возможно партнеры ваши поклонники супруги деловые партнеры друзья люди перед которыми стоит какой-либо выбор по минусу могут попадаться обманщики такие знаете сомневашки люди с которыми сложно договориться альфонсы люди которые с вами были когда-то например в токсичных отношениях по плюсу встреча с друзьями новые отношения знакомства любовное дружеское новые творческие проекты новые проекты в области красоты успешные переговоры сделки заключения брака продажи помощи близким хорошо выражать любовь дарить подарки делать выбор из двух кандидатов устраивать романтические вечера шоппинги спа процедуры бьете процедуры ухода за телом отдых здоровое питание хорошо в этот месяц для вас а планировать ремонт и квартиры смотреть квартиру и вести переговоры составление рекламных проектов дизайн план квартиры участка хорошо планировать или зачинать ребенка а по минусу проявления это изменены могут быть скрыться какие-то факты да когда организовался любовный треугольник или организуется может быть проявления такие что вы не умеете сами красиво одеться да вот такие вот проявления тоже по появляется или и не хотите вот вот везде сочные яркие краски весны а у вас вот настроение какое-то может быть такое что вы пошли на процедуру косметологическую а вам провели неудачно да тогда надо смотреть не я в конце скажу несколько дней на которые важны а дела планировать не стоит также могут быть депрессия капризма уверенность есть риск сделать неправильный выбор можете застрять неперспективных отношениях или наоборот такой знаете вот очки спали да и вот эти вот иллюзии они обнаружились и собственно они разбиты да вот эти вот желания потому что вот они иллюзии на лицо ну так же проявление ценидома подозрительности какой-то навязчивости это все проявления минусовые для людей рожденных марте какие люди могут попадаться люди связанные с транспортом автовладельцы курьеры военные победители логисты путешественники по минусу это не равновешенные люди агрессивные конфликтные неосторожные водители иметь в виду по плюсу хорошо планировать деловые поездки путешествия переезды начинать сделки по купли-продажи работы по ремонту компьютерной техники хорошо планировать активный отдых ходить в портал расписать план сели кто этого ничего не сделал можно планировать покупку автомобиля ремонт авто начинать любые бизнес-проекты это время хороших новостей активной жизни главное не суетиться делать намеченное пошагово давать дело до конца и также можно устраивать себе какой-то необычный отдых хорошо проявить себя в личных взаимоотношениях вы будете очень харизматичны очень ярки и возможно такое что такая неожиданная беременность а те кто ждет ребеночка вполне может быть кесаревое сечение поэтому тоже аккуратно по минусу застой ничего не хочется делать депрессия зависть чужим успехом можете выполнять чужие цели они свои могут быть аварии поэтому не стоит планировать поездки перелета на плохие числа да и если у вас вот эта энергия в кармических находится в вашем портрете дальше ну в дороге если вы уже поехали да люди могут как-то разбегаться разъезжаться и собственно такие ссоры да конфликты небольшие могут зависнуть какие-то рабочие процессы если вы где-то накосячили или это сделали люди на которых вы рассчитывали и вам неприятно да то есть вас это останавливает в чем-то есть риск опоздать или потратите время на беспорядочные бессмысленные действия поэтому тоже смотрим апрель люди рожденные апреля здесь какие люди могут попадаться это власть имущие представители судью юристы адвокаты официальные лица которые принимают решение по вашему вопросу или приносит вам извинения по минусу это мошенники люди которые не справедливо вас обвиняют и честные чиновники или представители закона ну может быть и такое что подделка документов да вот каким-то образом вас коснулось по плюсу работа с документами заключение контрактов соглашение оформление бумаг на покупку или сделку выбор с холодным сердцем через выгоду заключение официального брака хорошо в апреле может быть помощь от влиятельной женщины решение любых юридических вопросов и можно делать покупку дома можно брать ипотеку если есть на такое желание и вы подошли к нему уже да так ну и по минусу это несправедливые критишки от представителей закона штрафы ну в крайних случаях тюрьма это разводы конфликты с роднёй возможно из-за документов это липовые документы подделка документов потеря лицензии и прав могут быть проблемы в суде с наследством может быть потеря авторитета вас могут стыдить придется бороться за справедливость могут быть нелепые траты и знаете вот есть фраза наступать на старой грабли вот здесь вот эта тема тоже будет высвечиваться особенно если это кармическая энергия да вот в вашем кармическом портрете периодах могут вас оценить не по заслугам или там есть какой-то был экзамен ну скажем так на то же самое вождение да то вот этот провал на экзамене либо передача поэтому на красный свет не ездить до не переходить и соблюдать закон дальше для людей рожденных мая какие люди будут попадаться будут приходить устраиваться до вашего реалии вашей жизни мудрецы учителя ваши бабушки дедушки одинокие люди монахи врачи ученые целители а по минусу это безответственные люди это а социальные люди по плюсу важно заниматься самопознанием производить переоценку ценностей хорошо заниматься медитации заниматься обучением это психологические тренинги навестить или помочь бабушки дедушки оказать им помощь если рожает женщина то есть тенденция к затяжным родам хорошее время для массажа стены и восстановления здоровья можно выходить на йогу ну энергия отшельника 9 аркан архитект месяца для майских людей и отшельник относится к позвоночнику поэтому хорошо провести профилактическое лечение позвоночника хорошо отдыхать но так уединено спокойно можно заняться кропотливой работой которая требуется сосредоточенности по минусу это на себя совсем не обращать внимание на свой комфорт на свой внешний вид то есть вообще вот уйти внутри внутри себя это уйти где-то в депрессию даже да в крайних случаях или не просто ходить и так знаете немножко ныть что вас никто не любит что вы никому не нужны могут всплывать старые обиды конфликты есть риск попасть нехорошей компании конфликты со старшими а может быть предательство нельзя выяснять отношения и в этот месяц с таким архетипом конечно не женится для представитель да вот если она есть и тем более повторю если есть такая энергия в периодах кармических июнь какие люди попадаются для вас ну вообще легкий на подъем то есть вот такие везунчики да которые могут увлечь и собственно говоря поделиться да этим везением ну а если минус то это люди те у кого из рук все валится по плюсу что может быть это удачные возможности это выигрыши может быть удачное путешествие колесо фортуны это же тоже транспортное средство это тоже колесо это скорость это выбор нужных направлений это получение прибыли денежная энергия которую вы не ждали она вот пришла к кармическая отработка положительная время когда вам идут возможности а вам важно их не пропустить это удачное время для бизнеса это про перемены к лучшему про удачные сделки про покупки продажи приезда отпуска и в это время хорошо запускать некую цикличность хорошо работать в команде посмотреть на свои ценности переоценить их что хочу куда иду можно планировать зачатие ну а по минусу это проблемы с деньгами это неожиданная перемена в обстоятельствах это потеря денег например кошелька или проигрыш не давайте в долг есть риск набрать кредитов и разориться есть риск впасть в обжорство в том числе июль люди рожденные в июле и кто же вам будет попадаться да в июле как как учителя да как зеркала спортсмены политики руководители это сильные и страстные люди к вам идут да вот в апреле на встраиваться важно важно ваша вашу жизненную цепочку причинно-следственных связей а также это могут быть спасатели военные но по минусу это больные слабые трусливые это зависимые люди по плюсу хорошо заниматься спортом садиться на диету жить по здоровому по правилам здорового образа жизни хорошо отказываться от предных привычек формировать новые привычки полезные хорошо на этой энергии подавать рекламу да отстаивать свои интересы начинать бизнес проекты энергия хороша для трудоголиков хорошо в чем-то убеждать людей зачинать ребенка планировать беременность а у кого-то беременные роды это прекрасно можно взять если кто-то думал давно да домашнее животное можно выехать с ним на выставку это все про активный отдых про желание ну а по минусу здесь могут быть укусы животных смотрите внимательно проблемы с животными может быть насилие какое-либо отношение к вам но если это с точки зрения административных органов неверный диагноз врачебные ошибки неудачные операции травмы может упасть иммунитет может быть нападение или драка переутомление на работе ревность агрессия домашнее насилие скандала психологическое давление для людей рожденных папусти какие люди попадают будут попадать в апреле да еще марта но те кто занимается благотворительностью интуитильные люди психологи экстрасенсы необычные люди и внешне и внутренне ну а по минусу это ненадежные жертвы нытики или такие знаете улетевшие да как говорят по плюсу важно держать пост брать аскезы совершать ритуалы заниматься благотворительностью хорошо слушать свою интуицию чем-то жертвовать во имя цели ну посещать психолога можно изучать ребенка отдыхать или менять приоритеты и важно умеет сказать нет по минусу задержка остановка процессов легко впасть в депрессию легко подсесть на алкоголь а могут прийти люди сомнительными советами могут быть на дачное вложение есть риск впасть в кредиты и долги или попасть нехорошую компанию могут пытаться принудить к чему-то ну тема опозданий тоже может быть сентябрь для людей рожденных сентябре какие люди попадают но могут попасть бесстрашные люди которые не боятся попробовать все новое вокруг них всегда перемены по минусу это люди которые цепляются за старое и вас тоже тормозят это люди из таком состоянии комфортном состоянии потерь разведенную например состоянии перемен которые их травмировали сильно по плюсу для вас хороши любые перемены любые инновации старому дорога закрыта только вперед брак хорош или есть новая работа генеральная уборка в доме присмотреть свой круг общения удалить лишних хорошо тоже рожать есть вообще энергия тема жизни и смерти да называется как раз рождение новой жизни это когда оплод умирает оплод и рождается окно у человека уже эта энергия как точка невозврата надо понимать что если вы какие-то перемены запустили то они уже в прежнее состояние не вернуться это что называется ну трансформация до 13 аркан знаю название да знаем архетип вот поэтому тоже смотрим и смотрим за здоровьем обязательно по минусу увольнения развод могут быть какие-то трансформации в области знакомых такие которые вас загибнут застой страх перемен ненужные экстремальные увлечения потеря друзей депрессия опасности операции аварии конфликты потери чего-то важного ценного возможно неожиданное причинение какого-то дефекта поэтому следите за здоровьем а важно не конфликтовать или если вы просто наговорили кому-то такого о чем будете жалеть поэтому контролируйте вот этот вот йога да о которой мы говорили сегодня баба яга вспоминайте ее данной картинке прежде чем что-то сказать резкое вдох выдох до минуту подождали выждали эту паузу и уже гормоны выстроились в ту цепочку в которую надо и вы вышли на не обидев никого да и вышли победителем по сути дела в первую очередь над собой далее они есть на экстрим что называется просто так особенно для молодежи да то есть не искушать судьбу но особенно повторю если эта энергия стоит в кармических периодах тогда это все что я сказала вот умножается там или в куб там превращается и так далее дальше люди рожденные в октябре а какие люди попадаются вам ну люди спокойные придут вашу жизнь гармоничные это могут быть повара психологи художники творческие люди целители медиумы а люди живущие может быть в разнорасовых браках которые всех защищают а по минусу это люди любящие покушать где-то развратники люди подделывающие разную продукцию могут быть люди истеричные эмоциональные вампиры навязчивые в любви и те которые хотят чтобы за них все сделали что можно делать по плюсу можно устраивать хорошие ну какие-то дни разгрузочные да вот мы говорим о кадаше хотя бы на продуктах тех которые разрешаются хорошо садиться на диету на лечебное вот это вот легкое питание на детокс любое очищение организма будет все в пользу хорошо посещать врача для обследования спа процедуры и гитации выезды на природу к водоему хорошо с кем-то мириться отпускать обиды встречи с друзьями переговоры нахождение компромисса и обязательно обращайте внимание на подсказки от вообще энергия хорошая энергия такая про счастье про то что ваши ангелы прямо с вами на прямой связи буквально вот ну почти на трубке до телефона главное метафорически да главное слышать и по минусу это какие-то могут прилетать вот так называемые пустые неприятные какие-то фразы до ваш адрес это проблема от излишек передели отравились чем-то есть риск зря потратить силы риск истерии депрессии возможно спешка суета если вы запланировали выйдет или поездку то всегда выйдите пораньше потому что можете опоздать мы говорим у нас на колеснице да все стремятся побыстрее не все случайно слушать сангейц вот поэтому тоже смотрим также может обостриться жадность так обостриться до в кавычках но вы сможете найти компромисс с кем-то поэтому если чувствуете что надо переждать выждать время то отложите переговоры на какое-то время но кто-то пожелает вторгнуться ваше личное пространство принести вам разлад и может быть у вас просто день знаете сурка да или там бревна который лежит и вообще на диване ничего не охота делать поэтому выходите из этого ситуации из этой ситуации весна все все течет все развивается и все это наполняется просто не пропустить время хороший 14 аркана искусство да искусство отделание себя слышание себя так дальше идем для людей рожденных в ноябре ух здесь энергии просто масса для вас да и а какие люди будут попадаться люди которые видят вас и других насквозь очень магнетические сексуальные харизматичные за ними хочется идти их слушать это могут быть политики актеры очень энергоемкие люди а по минусу это агрессоры насильники где-то садисты до деструктивные маги манипуляторы и зависимые люди что может быть по плюсу могут быть яркие сексуальные встречи важно для вас развивать развивать свою харизму свой магнетизм через упражнения через практики можно хорошо заработать потому что 15 аркан здесь да это денежная энергия супер денежная энергия хорошо провести переговоры сделки произвести хорошее впечатление на партнера можно легко получить то что вы хотите главное не въезжать в рай да в кавычках на чужом горбу хорошо что-то открывать планировать деньги вкладывать или выводить все что делаете в это время должно быть в кайф по душе нравится вам должно а можно пойти на дорогой шоппинг научите что вот эта энергия на распродажи не любит она любит все шикарно и все по классу люкс и время также хорошо для избавления от зависимости для преодоления страхов можно брать аскетку на себя ну а по минусу меня могут втянуть вас кто-то да вот эти вот манипуляторы по этой энергии темные детишки в аферы могут манипулировать вами шантажировать но либо вы это делать будете да и будете лезть на рожон да либо вами может отыграться тема насилия причем очень активно вот именно для вас а потому что тема насилия прям вот и одиннадцатый аркан тема насилия да в целом по месяцу и 15 у вас дальше могут быть проблемы зависимостью нельзя прибегать в темной магии это категорически есть риск измены скушений может обостриться тема правонарушений и на заключение ну и декабрь для людей рожденных декабря какие попадаются людям будут попадаться в апреле могут прийти люди жесткие или люди которые перенесли крах это жертвы стихийных детских пожаров военных действий по минусу это заключенные или агрессивные люди по плюсу может открыться знаете правда такая правда когда вы были неком заблуждении а сейчас вы освобождите освободились от иллюзии вот эти вот эта башня разрушилась это оков упали видение открылось может быть переезд в одну сторону до куда-то вас возможно будут посещать не сайты некие также тема ремонта конечно да башни это всегда про дом это всегда про дизайн это новые обои новые начали со штор да и закончили там уже весь дом на планах отремонтировать это устройство быта перестановка недель мебели все работы связанные с недвижимостью можно строить систему команду набирать персонал хорошо планировать визиты в казенные дома так называемое административное здание важно проводить духовной практике сомневаться себе нельзя решение принимать надо только сами по минусу это резко перемены это шокирующие новости это вот смотрите это дтп да в том числе поэтому если 16 аркан кармических периодах тоже повторяю 16 энергии до разрушена башня то не допускайте этого хаоса лучше пересидеть да лучше выбирать время подходящее для каких-то серьезных выездов или серьезных дел но по минусу также это разводы увольнения расходы расставания скандалы драки и потеря и так далее поломки вещей травмы потеря денег проблемы из-за ошибок прошлого о котором вы уже забыли но знаете вот хочу остановиться на восьмер очки да и на шестнадцатом числе вот я сейчас проговорила по сдачам по сдачам для каждого месяца рождения но если мы говорим о восьмерке и о шестнадцатом вот всегда важно соблюдать баланс брать и давать то есть вот этот халява она вообще не для вас это на сто процентов таким людям обязательно важно всегда за все платить причем это не всегда деньги это может быть время это какая-то услуга это внимание и как правило такие люди сами это понимают и чувствуют и у них повышенное чувство долга вот я говорю не только про архетип да а еще и людям рождены 8 30 16 числа рождения а также рождены в августе все это к вам относится и а если вы знакомы тоже с квадратом пифагора психоматрицы то знаете что сектор восьмерки там долг как раз на вот этот квадратик поэтому 16 так 8 плюс 8 поэтому тоже число попадает в эту же категорию а чувство долга повышенной и это проработки это необходимо и а людям вот рождены 8 30 16 рожденным в августе и эта тема для декабрьских на апрель если вы что-то совершаете не так то вам очень быстро прилетает последствия за какие-то проступки мы говорим бумеранг или карма до или причинно-следственные связи это все про вас поэтому важно не только избегать этой самой халявы но не осуждать никого никогда но сейчас еще раз да скажу что после весеннего солнцестояния началось новое движение жизни движение предполагает понимание целей структуры средств силы намерений это все по тематике апреля поэтому я хочу поделиться с вами сакральной коррекции поддержки с точки зрения энергетики вашего дома да это вот о системе васту древней индийской системе и с этой точки зрения я вам предлагаю разместить в западном секторе секторе вашего дома гитару смотрите какая у меня симпатичная гитара слово гитара уходит своими лингвистическими корнями древний про язык санскрит гита на санскрите означает песня ара это бог солнца света и земного творения то есть получается гитара это красивая песня к богу богу света поэтому гитара это инструмент песни жизни и артефакт и в то же время это васту упая упая средства коррекции в зоне северо-запада и вот эта гитара установленная на северо-запад в понедельник да может вам создать возможности для поездок ну например во время отпуска потому что сезон отпусков начинается и собственно она будет помогать создавать вот эти на обстоятельства поэтому всем успехов в эту сторону но обратите внимание обещала сказать про даты и по возможности не назначайте серьезных встреч или поездок длительных каких-то на 4 7 9 10 11 12 13 16 22 23 числа но из этих перечисленных чисел я 13 и 16 выделяю особо поэтому я закончила всем хорошего наступающего апреля и до свидания